Так вот, стало быть, про политику. Скажите, пожалуйста, то, что спортсмены, многие наши спортсмены, видные, заслуженные, идут в политику, это осознается ими, вами, что вы тот багаж, который вы наработали, репутационный, чемпионский, олимпийский, вы привносите на алтарь определенной партии. Скажем, не всей державы. Вы как бы работали на страну, работали на имя числа государства, а сейчас то, что вы наработали, вы в определенную партию привносите. Или вы об этом не думаете? В том числе, на самом деле. Но это даже, знаете, совместная работа, ведь политика, она же очень многогранна, почему-то все воспринимают политику очень узко. Ну вот, сидите в Государственной Думе, и вот вы там, значит, законодатели, вот и сидите. Вот вы политики-законодатели. Но у политика-спортсмена слишком много разнообразных возможностей, ипостасей. В том числе и общественная деятельность очень большая, потому что политик – это общественно-политический деятель. Ведь всегда два этих понятия идут параллельно. Не может политик не заниматься очень большой общественной деятельностью. Спортсмен в первую очередь приходит с этой среды, потому что мы представители нашей среды. И каждый человек, так или иначе оказавшийся в политике, он же не может упасть с неба. Он что-то же за собой, за своей спиной уже имел к этому моменту. Мы представляем интересы огромного, реально огромного сообщества спортсменов, когда удивляются, почему спортсмены идут в политику. Почему? Нас не так много, это так кажется, потому что мы на виду. И мне кажется, что их так много. Десять человек на всю страну, например, в Думе, на всю страну – это те люди, которые отстаивают законопроекты в этой части, отыгрывают это на каких-то разнообразных площадках, поясняют людям, что, как, почему, потому что разъяснять тоже кому-то нужно. А политик что делает? Он разъясняет даже те же принятые законы. Или какие-то решения. И почему так, а не так? Ну и, наверное, как пример. Потом мы представляем наших избирателей. Тоже надо, немаловажный момент, потому что ведь избиратель мог бы не сказать, да и зачем мне ваш спортсмен, ведь не все же идут только по политической партии сейчас. Есть люди-одномандатники, тоже спортсмены, которые выиграли. И за них уже как за личность голосовали. Поэтому мы сейчас разбрелись, как я говорю, да, наверное, по разным даже комитетам. Казалось бы, а что же вы все не в спортивном комитете? Подождите, но часть спортивных тем есть в разных комитетах. И в бюджете, правильно, отстает бюджет на спорт. И в международном, видим, что происходит на международной арене. Это и образование, правильно, там действительно очень много спорта в образовании. В каких-то институционных проектах, где тоже через спорт, через промышленность, через развитие инфраструктуры тоже очень важно. И там тоже нужны наши знания, как спортсменов изнутри, в медицине, здоровый образ жизни. То есть реально, получается, спортсменов, даже нас, если раскидать по комитетам, нас уже не хватит. Поэтому в этом отношении это заблуждение насчет спортсменов, что вот что им там, не место там. И правда, нас это кажется так много. На самом деле, я не говорю, что нас должно быть больше, все должно быть правильно. Вот востребованность есть столько, сколько вот есть. Все, ни больше, ни меньше. Редактор субтитров А.Семкин